Вы знаете, вот посмотрите логика, да? То есть нам читают резолюции ООН, Генассамблеи и так далее. То есть пока Майдан стоял, можно было свергать тирана Януковича, который не рискнул бросить против протестующих армию, авиацию, артиллерию, танки. То есть танки, артиллерию, да? Он сказал, что это силовики делают, что это без его медома. Он сказал, что это убивали людей. Которые не рискнули бросить танки, артиллерию. Вы хоть слушайте, что вам говорят. Так вот, погибло сотня. Причем сейчас мы узнаем из уст ваших правителей нынешних о том, что стрелять начали с номеров свободы, да? Заметьте, в этой студии... А что, доказано, что убили людей? Заметьте, в этой студии, да? Об этом говорили с самого начала. Об этом говорили с самого начала. Они называли это российской пропагандой. Мне все забрал. Теперь, оказывается, российская пропаганда была права. Были не правы они. Но! Врали они. Но! Заметьте, в этой небесной сотне, господин Олейник вам подскажет, подтвердит. Есть представитель штаба партии регионов, зверски убитый майдановцами. В небесной сотне тоже. Я могу представить, сколько там жертв этих же самых майдановцев туда зачислено. Рот закройте, пожалуйста. А почему должен закрыть Рот закройте? Вот, это, это миссия, а эти демократы. То есть, когда, когда здесь говорили о том, что правильно... Да, когда Акара... Вы, объясните, кто убил Захарова 18 февраля 2014 года? Это люди, которые погибли за то, о чем вы не имеете постарение. Вы, объясните, кто убил Захарова, убили майдановцами. Подожди, офис партии регионов. Я не хотела сегодня повторяться. А теперь они говорят Рот закройте. Страшно, страшно правду услышать. Подождите, давайте закончим. Сейчас, сейчас. А в небесные сотни убитых в Одессе нет? Что, что, простите? Ну, небесные сотни убитых в Одессе нет? Есть, конечно. Это отдельная сеть. А они входят в небесную сеть? Это мы поскорно не видим. Понятно. А убитые беркутовцы, они входят в небесную сеть? Убитые беркутовцы выполняли, простите, как и российские солдаты на Донбассе, свой долг. Они входят в небесную сеть? Нет. Ни правильно входят. Понятно. А убитые в офисе партии регионов, о которых говорит господин Корниев, они входят в небесную суть? Отвечает российским войскам. И таким, как вы. Можно закончить? Российские войска, можно закончить? Когда российские войска говорят, как сон господин Захаров, мы в Сирии ответим в слово. Так вот, я что хотел сказать? И вот, значит, при тирании... Крыму российские войска, однако вы туда не идёте, вы идёте на Донбасс. При тирании Януковича от рук, как мы сейчас выясняем, и о чём говорили здесь неоднократно, в том числе и майдановцев, погибли определённое количество людей. Теперь, в Донбассе, после этого, сделали точную кальку. Такие же люди с берданками входили в те же самые СБУ, захватывали те же самые арсеналы, те же самые обладминистрации. Абсолютная копия событий в Киеве. Делали всё то же самое. Восстали, как в резолюции геносомбургии. Да, другие граждане. Евгения захватывали оружие. Так вот. Евгения захватывали оружие. Во Львове захватывали. Во Львове захватывали. Так вот. Это не ложь. Это установленные факты. Вы же просили не перебивать. Вы же просили не перебивать. Вот это Геноси. Вы на базаре будете спорить. Во Львове захватывали оружие. Евгения не схватывали. Так вот. Во Львове захватывали. Можно закрутить. А это не ложь. Это известно ложь. Это хорошо известно. Он только привел милиционеров со Львова вооруженных. И сам об этом объявил с трибуны. Но не обрет и не краснеет. Но захватыва не было. Так вот. Так вот. Давай Львове захватили арсенал. Посмотрите. Ваши автобусы были или нет? Я хочу закончить. Или ваши были? Я хочу закончить. Как можете понять. Были бы наши, вы бы уже тихо и спокойно рассказывали о том, как хорошо жить при нашей. Не мечтаю. Так вот. Ну дайте. Когда Красная Армия воюет, это сразу видно. Вы не волнуйтесь. Так вот. Вы не переживайте. Владимир Рудольфович, сейчас я буквально закончу и все. Я с вашим позволением. Но заметьте. Когда сделали ту же самую копию, да? Объявили антитеррористическую операцию. И против протестующих, против тирании бросили танки, артиллерию, самолет. Они были руками. То есть не было? Ютуб посмотрите, если вам блин. Как не было? Как не было? И вот. Как не было? Первое ваше. Первое ваше. Одна года назад, это всем известно, чем воевала украинская астралия. И в итоге, оказывается, Донбасс не имеет права. Я понял, чтобы быть политиканологом или политиком в современной Украине, надо обладать памятью бабочки-однодневки. Все-таки вот очень показательно, что здесь во всем несколько раз обвинили Россию. Без этого существовать украинская власть и украинское общество просто не может. Вот если мы включаем два независимых канала украинских, абсолютно, один-один-плюс-один, это Коломойский, а второй, пятый канал господина Порошенко. Они идут параллельно. Новости и беседы экспертов параллельно идут в двух каналах. На канале Коломойского говорят, Порошенко, наемник и агент Кремля и Путина. И он Порошенко продался русским, и он сдаст русским, приведет сюда войска. На пятом канале то же самое. Коломойский и Корбан, агенты Путина, они продались Кремлю, они заводят... И оба правы. Они заводят сейчас русских агентов, русских агентов заводят Днепропетровскую область. А главное, а главное, тайный российский агент Мишеко, сдав треть Грузии и России, заслан специально на Украину, чтобы сдать Одессу. Но это, это было бы смешно. Я, кстати, о том самом главном, что я сегодня еще раз понял, и в чем я еще раз убедился, благодаря этой дискуссии здесь, казалось бы, сумбурно, и очень тяжело, наверное, все это слушать зрителям. Они много пишут. Не надо приглашать украинцев из Украины, не надо приглашать, все равно ничего понять невозможно. Объяснить им ничего нельзя. Пишут слушатели, да? Но смотрите, что интересно. Вот я считаю, что надо, и сегодня еще раз убедился. Потому что нам не надо искать нацизм и расизм, глядя в какие-то ролики телевизионные куда-то, читая что-то в интернете и так далее. Надо просто предложить нашим друзьям подискутировать. И они в ходе дискуссии возьмут и скажут на аргумент Корнилова, когда он говорит, одинаковое было выступление, что в Киеве, что в Донбассе. Госпожа Воронова, ничтоже сумняшись, сообщает, а это уже что-то записано. Так там же другие люди. Вы думаете? Она не понимает. Понимаете, что я делаю? Дорогие друзья, я закончу сейчас. Дорогие люди имели на виду не качество, а состав. Это разные вещи. Не надо заниматься манипуляцией. Она имела в виду состав. Вот видите? Вот смотрите. Вот это есть настолько глубоко, что они даже не контролируют, когда это вырывается наружу. А вы сейчас не вводите аудиторию в заблуждение. Надо искать расизм где-то далеко. Надо приглашать их сюда, видеть их и понимать, что эти люди из Киева так относятся к Донбассу, как здесь. Но все равно пригласим еще не раз. Вы знаете, я бы хотел вернуться к информационной войне, потому что пока мы объяснили зрителям, что американские СМИ ужасны, и вообще в Америке все плохо. Но это такой очень известный факт, что обсуждается. Информация военная. Никто не говорил, между прочим. Кстати, вы так и не сказали, какое издание вы представляете, что интересно. Так вот, если говорить об информационной войне. Смотрите, вот образ нашей страны в мире сегодня, если не считать, может быть, Ирана и той же Сирии, которой мы помогаем, а может и там то же самое, он ужасен. Образ нашей страны ужасен совершенно. Из-за чего он ужасен? Можно предположить, что это вот результат той самой информационной войны, того заговора против нас, в который Николай не верит и так далее. Если это так, если это результат информационной войны и заговора против нас, значит, наше информационное и политическое начальство проиграло войну. Они проиграли информационную войну. Они, значит, вообще не способны сопротивляться. На кой черт нам такое начальство? Или другой вариант, что такой образ страны связан не с тем, как против нас работают, а помню, есть такая старая русская пословица, нечего на зеркало пеняется, коли рожа крива, понимаете? А может быть дело в том, что рожа крива, слушайте, а может быть это правда? Посмотрите, пожалуйста, что изменилось за пять лет. Вот за пять лет, ну четыре-пять лет, да? Пять лет назад, в 2010 году, президент Медведев выступал на натовском саммите в Лиссабоне и выступал не как враг, а как стратегический партнер. И обсуждал стратегическое партнерство. Несколько лет назад Украина была наполовину наша, наполовину не наша и так далее. Сейчас понятно, что она вот ну совсем не наша. Мы все время говорим, что мы опасаемся приближения НАТО к нашим границам. НАТО сейчас уже наземные войска собирается размещать в Прибалтике. Пока небольшие контингенты, но уже собираются. Мы говорим о международном сотрудничестве, о том, что вот значит американцы наступают и так далее. Американцы создают транс-тихоокеанское экономическое содружество, которое крупнейшее вообще в мире, но они его создают без нас. И без Китая. Вам не кажется, что это провал? Что это провал? Понятно. И в этом провале тоже виноват Обама и американские журналисты. Я не закончил, я не закончил. Если вы будете мне сильно задавать вопросы, я расскажу кое-что, что я про вас знаю. Ё-моё! Слушай, правильно. Подождите, подождите. Подождите. Нет, тогда, Лёнь, телевизионные правила, чтобы теперь вы с этого и начали. Рассказывайте. Нет, зачем? Как нет? Ну так. Нет, ну подождите, но если на самом деле у Дмитрия под пиджаком дамское бельё чулочки Фильдеперсова, я считаю, что это... Значительно хуже. То есть это... Я как последовательный либерал, я как последовательный либерал не осуждал бы его за транссексуализм и за традиционную ориентацию. За это я бы не говорил. Можно я сейчас закончу, а потом про Дмитрия, пожалуйста. Так вот, получается, что мы за последние пять лет очень много проиграли. Мы проиграли на международной арене, и мы проиграли внутри, потому что, ну вот, все сидящие здесь знают, что реальная заработная плата резко упала. Регальные доходы резко упали. Кроме того, мы стоим на пороге войны, президент, наш президент, не Обама проклятый, а наш президент признаёт опасность реальной войны, потому что совсем недавно он приказал проверить средства индивидуальной защиты, сделать их современными и так далее. Ребят, давно противогаз не одевали, да? Так вот, если это всё так, то при чём здесь информационная война? Может быть, наши лидеры, может быть, наше руководство ведёт страну не туда, и с моей точки зрения она ведёт не туда, и завела уже в тупик, из которого нам очень трудно будет лезти. Леонид, закончили? Да. Так, нет, просто было очень долго, специально не перебивал. Спасибо. Так, а что значит? А я до этого молчал. Что насчёт Куликова-то? Десять человек от людей вообще не смогли искать. Что насчёт Куликова-то? Ну, вы знаете, мне просто кажется, что вы когда-то активно выступаете против Украины, против всего. Ну, слушайте, ну вы же на Яценюка работали. И что? Ничего. Это вы пытаетесь сказать правду? Вы знаете, мне кажется... Работал на Яценюка Януковича Кучму и три года управлял крупнейшей бизнес-корпорацией на Украине. Я объясню, что. Что вы тут открыли? Я объясню, что. Что вы открыли? Родом-то, пожалуйста. Что вы открыли? Я объясню, что. Я объясню, что. Дешёвка вы! И спокойно. Можно я расскажу? Я объясню, что, пожалуйста. Понимаете, что он делает? Когда человек работает... Ну, у человека есть какие-то взгляды. Да. А вы говорите, что они у вас есть. Да. То он не должен работать на врагов. А если он за деньги работает на врагов, то он называется уже наёмник. Понятно. А наёмников, вообще-то говоря, вешают. Понял. Лёнь, тогда... Можно? Нет, нет, сейчас. Нет, нет, сейчас. Во-первых, наёмников никогда не вешали. Я за наёмников и вешаю, я говорю, рожу вам дать. Рожу дать, это успеете, но не здесь. Значит, во-первых, наёмников никогда не вешали, это раз. Почему? Ну так, если вы точно исторически. Леонид вам... И Коля, как историк вам подтвердит. А второе, Лёня, скажите, пожалуйста, вы шли выбор в Государственную Думу в 2000 каком-то году с лозунгом... Это обозначает то, что вы наёмник Путина были? Нет, нет. И поэтому предлагаете расследовать? Нет, нет. А это обозначает... Это обозначает... Я отвечу на вопрос. Это обозначает, что в 99-м году партия «Союз правых сил», в которой я имел честь состоять, считала, что президентство Путина может быть полезным для страны. Понятно. Первая каденция Путина, первый его срок, мне кажется, при всём критическом отношении к Путину сейчас, в моём предельно критическом отношении, что он должен идти в отставку как можно быстрее, оно было достаточно полезным. Заметьте, как забавно. То есть себе вы прощаете и оправдываете, а Дмитрий прощаетесь. А, Дмитрий прощаетесь, что был хороший. А вы хотите сказать, что вы так плохо разбираетесь в людях, что Путин был хороший, а для вас испорчился, а народ считает по-другому. Я считаю, что Путин был... Вы же демократ, голосование ноль. Да.